Строители моста через Керченский пролив начали укладывать асфальт. Первые работы выполнили на четырех пролетах конструкции в районе острова Тузла. Дорожное покрытие почти по всей трассе будет многослойным и особенно прочным на участках у берегов. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть уже в декабре следующего года. Репортаж Бориса Максудова. Вот они, первый метр асфальта на Крымском мосту. Мы сейчас находимся над островом Тузла. Это практически центр Керченского пролива. Только вдумайтесь, чтобы уложить этот участок длиной в 200 метров, нужно 400 тонн асфальтовой смеси. Это только нижний слой. Устойчивая к высоким температурам и сверхпрочная дорога в Крым, как многослойный пирог. Секреты этого фирменного блюда строители не скрывают. В ход идут только проверенные ингредиенты. Перед тем, как попасть на кухню большой стройки, все материалы проходят тщательную проверку в лабораториях. Отчебня до асфальтовой смеси. Смесь, которая приходит, сначала формуется на приборе компакторе, который позволяет им создавать имитацию воздействия прохода катка о покрытии. После мы помещаем данный образец в термокамеру. Над рецептом главного ингредиента работали десятки ученых по всей России. Асфальтобетонная смесь – что-то вроде теста для будущей дороги. Главная изюминка здесь – модифицированная битумная добавка. Она сделает асфальт долговечным и устойчивым к деформации. Здесь мы производим укладку, подбираем необходимое звено катков, выясняем необходимое количество проходов для получения требуемого коэффициента уплотнения данной смеси. А также запасное уплотнение, чтобы мы в плотном теле получали 60 мм в соответствии с проектом. Дорога через Керченский пролив обойдется без привычного для таких сооружений эффекта стиральной доски. Чтобы избежать швов между бетонными плитами, устанавливают специальные механизмы с резиновыми гармошками. Они помогут выдержать и высокую температуру, и землетрясение. Не будет здесь и технологических отверстий, которые обычно оставляют даже на новых трассах. Стандартно, как правило, дорожники отбирают керны или вырубки из покрытия, которые потом, как обычно, никто не заделывает. Здесь мы применяем технологию неразрушающего контроля. Она позволяет повысить объем и достоверность. Последний слой этого 11-сантиметрового пирога строители уложат уже на финише. Откроют автомобильное движение через Керченский пролив через полтора года. Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, ТВ-центр, Остров Тузла.